Итак, мы движемся дальше и сейчас поговорим о том, насколько важно помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в трудном положении. Расскажет нам об этом наш гость, а сегодня вместе с нами Дионисий Волков, основатель Крымского детского хосписа. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что посетили нашу студию. Тема, так скажем, не из легких, но я думаю, что и в этом мы найдем позитивные моменты. Очень хочется. Конечно. Мы именно говорим о жизни, мы говорим о той жизни, радости жизни, которую могут обрести эти дети. Потому что мы говорим о незачемобольных детях, которых, к сожалению, уже нельзя вылечить. Но мы стараемся так, чтобы тот период жизни, который им отведен, чтобы он был максимально ярким, наполненным жизнью. Чтобы то, что касается всех и наполнения жизни, того, что касается радости жизни, чтобы это было у детей в изобилии. Недавно мы завершили акцию большую, вместе с Санкт-Петербургским детским хосписом проводили ее. Они как бы инициаторами этой акции. Мечты сбываются, называется акция. Эта акция направлена на то, чтобы исполнить мечты, исполнить желания таких детей. И дети, действительно, очень много чего хотят. И вот мы сейчас уже приступили к тому, чтобы реализовать эти желания детей. Об этом нельзя не говорить. Скажите, пожалуйста, давно ли существует в Крыму такой хоспис? И как он создавался? Вы являетесь основателем? С какими трудностями вы столкнулись? Сейчас как такого хосписа еще нет. Нам только передали здание под его строительство. Здание находится под Симферополем, селе Новосбуревка. Именно там будет создаваться детский хоспис. Сейчас уже ведутся подготовительные работы, проектные работы к тому, чтобы начать реконструкцию. Конечно, хотелось бы уже в максимально короткие сроки и начать строительные работы, и чтобы такое заведение, учреждение, медицинское учреждение появилось у нас в Крыму. А параллельно мы ведем работу с семьями, у которых есть палиативные дети. И действительно получается и удается улучшать качество жизни этих семей, детей, оказывать им социальную, гуманитарную, психологическую, духовную помощь, потому что это все является комплексным подходом в палиативной помощи. Как по-вашему, такое учреждение, насколько актуально и вообще важно для Крыма? Такие учреждения, они должны создаваться в каждом регионе. Такие учреждения и создаются, строятся. И создаются они именно не государством, а некоммерческими организациями и благотворительными фондами. Потому что именно фонды благотворительные могут создать атмосферу, правильную атмосферу нахождения этих детей в таком учреждении. Потому что хоть это и медицинское учреждение будет, но там все лишено напоминания о больнице, о страданиях и так далее. То есть все это очень такое хорошее, добрый дом, уютный дом, где нет боли. Скажите, существует ли предварительная информация, сколько единовременно детишек смогут находиться в хосписе? Сейчас по проектным работам и по проекту детского хосписа крымского мы планируем, чтобы там было 10-12 палат. Это не обычные палаты, а это такие комфортные номера. И есть разные направления пребывания этих детей в этом учреждении. Есть те, кто будет находиться там стационарно. Также предполагается специальное отделение, где будут находиться дети без опеки родителей, которые оставлены и тоже тяжелобольные. И также будет действовать выездная служба, которая будет на дому помогать таким семьям и детям. Дети какого возраста, прошу прощения, дети какого возраста смогут находиться в хосписе? Ну мы говорим до 18 лет. То есть от рождения до 18 лет это вот этот возраст, который мы можем, детям, которым можем помогать. А в дальнейшем, конечно, планируется и создание и взрослого хосписа в Крыму, потому что у нас его тоже нет. И еще есть такое направление, как хоспис для молодых взрослых. Когда дети уже переживают эту границу в 18 лет, то получается, что им та помощь, которая оказывается во взрослом хосписе, им не подходит. Потому что это другие заболевания, другое отношение, и немного по-другому нужно выстраивать взаимодействие с такими уже ставшими взрослыми детьми. Поэтому есть тоже такое намерение в дальнейшем продолжить и по этому пути. А когда планируется завершение работы? Пока сложно говорить. Мы сейчас, когда спроектируем уже все, что касается... Ну то есть приблизительная какая-то дата есть? Пока не можем точно сказать, потому что... То есть вы просто сейчас находитесь в работе, да? Да, идет речь именно о том, чтобы реконструировать здание, которое передали. Это здание бывшей школы. Оно уже не подходит нам по параметрам, по вместимости. Поэтому сейчас будет приниматься решение о том, чтобы его достраивать, расширять до тех реалий, до тех нуж, которые необходимы, для чтобы функционировал Крымский детский хоспис именно как уютное учреждение и дом без боли. Впереди у вас, конечно, очень много работы. И хотелось бы пожелать вам удачи, и чтобы все получилось именно так, как вы хотите. Но я знаю, что это не единственное учреждение, в котором помогают детям и вообще, в принципе, людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Есть еще и другое. Да, буквально на прошлой неделе, в пятницу, также инициировались открытия, уже открытие кризисного центра для беременных женщин. Для того, чтобы помогать женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В основном те, кто стоят на пороге выбора между сделать аборт и не делать аборт. Во многом такие женщины сталкиваются именно с тем, что нет понимания у родственников или близких. Они оказываются на улице и из-за этого совершают аборт. И для того, чтобы помочь им сделать или правильный выбор, или чтобы у них был какой-то выбор, чтобы они сами могли принимать решение и знали, что они не сами, и они не могут получить поддержку. Для этого был создан такой центр, где будет оказываться такая помощь. Женщина, оказавшаяся в такой трудной жизненной ситуации, она обращается к нам. Мы ей предоставляем на бесплатной основе проживание, питание, социализируем ее. Будут работать психологи, социальные работники. У нас есть уже договор с республиканским центром по социальным услугам, который тоже будет оказывать со своей стороны поддержку для того, чтобы женщина социализировалась и уже жила своей жизнью и продолжала нести ответственность за своего ребенка, за свою жизнь. Потому что мы не переносим ответственности, мы лишь помогаем тому, чтобы человек, оказавшись в такой ситуации, мог продолжать свою жизнь по своему направлению и с той ответственностью, которая на него возложена. А где находится этот кризисный центр? Да, кризисный центр. Он находится сейчас в Симферополе, в районе Марьино. А он бесплатный? Он бесплатный, да. То есть туда попасть может любая женщина, которая оказалась в трудной ситуации, прийти и рассказать свою историю? Да, есть, можно найти информацию в социальных сетях, на моих страничках, там есть контактный номер телефона, с кем можно связаться и уже обратиться, если есть такая нужда. Дионисий, спасибо вам огромное, что это утро вы встречаете в нашей компании. Ну а нашим телезрителям... Вы делаете такое дело. И делаете такое дело, конечно же. Нашим телезрителям хотелось бы напомнить, что сегодня с нами был Дионисий Волков, основатель Крымского детского хосписа.